Кутузовский. И вот я опускаю сейчас Лефортовский тоннель. Лефортовский тоннель. Автомобильный тоннель на северо-востоке Москвы. Это пятый по протяженности городской тоннель в Европе. Известен как тоннель смерти. Длина почти 3,5 километра. Средняя интенсивность движения в тоннеле составляет почти 4000 автомобилей в час. В часы пик до 7-8 тысяч автомобилей в час. И вот пока есть просвет сверху, я засекаю время. 16 часов 12 минут. Сколько же времени мне понадобится, чтобы проехать этот тоннель? Здесь происходит какой-то полтергейс. По непонятным причинам колоссальное количество аварий. И по информации, которая выложена в интернете, вот он приобрел такое название – тоннель смерти. Здесь что-то происходит непонятное. Поэтому надо быть предельно внимательным и осторожным. Вот я все опускаюсь вниз, потому что я сейчас должен проехать под Яузой. Третье транспортное кольцо в этом месте, в Лефортовском тоннеле, проходит под Яузой. Вообще вот сейчас по мере того, как я опускаюсь вниз, начинает давить на голову. Неприятное ощущение. Слышите шум? Он тоже давит на голову. Но это шум от транспорта, от того, как гудят двигатели автомобиля. Слышите, да? И это создает еще определенное давление психологическое. Глубина этого тоннеля порядка 30 метров. Вот, кстати, сейчас попробую включить радио. Это я включил радио. Слышите, да? Нет доступа. Радиоволны сюда не доходят. 16.20, однако. Вот так уже более 8 минут я еду в тоннеле. А в нормальное время, ну, 3 минуты – это максимум, чтобы преодолеть этот тоннель. Поехал. Вот, я увидел просвет. Я увидел просвет. И забрежил свет в конце тоннеля. Я выезжаю из тоннеля. 16.23. В тоннель я въезжал. 16.12. 11 минут преодоления двухкилометрового Лефортовского тоннеля. На правый указатель – Сокольнический вал. Если туда поехать – знаменитый парк Сокольники. Одно из центральных мест отдыха москвичей. Все, Русаковская эстакада позади. Впереди Рижская эстакада. Ограничение скорости продолжается. 80. Я бы с удовольствием ограничил скорость со 120 на 80. Но, извините, у меня и 20 нет. А вот сейчас ДПС, да. ДПС просит проехать. Но я ей даю движение. Если меня справа пропустят, да. Вот, пожалуйста. Вот, а, вот и скорая помощь. Вот видите как? Когда я стоял, никому не надо было меня объезжать. Как только я поехал, так вот и умники, умники сразу, смотрите, пристраиваются и активизируют свое движение туда. И вот сейчас начнется восхождение на Рижскую эстакаду. Рижская эстакада – двойная эстакада в составе третьего транспортного кольца Москвы. Соединяет Сущевский вал и улицу Гаврикова. Крупную магистраль в центре Москвы в Красносельском районе. Длина Рижской эстакады с подходами – 1038 метров. Ширина – почти 40 метров. Время – 16.46. В 16.12 я въезжал в Лефортовский тоннель. То есть 34 минуты я еду до Рижской эстакады. Ничего? Ну, конечно, если скорость движения 20, 10, 20, 30 максимум километров в час, то сколько же времени можно ехать? И вот она, мощная Рижская эстакада. Налево будут три вокзала. Сейчас я пересеку железнодорожные пути. И направо начнет устраиваться очередь, чтобы спуститься с эстакады на проспект Мира. Что любопытно, то что Рижская эстакада предназначена не только для автомобилистов. Да, и для пешеходов. Для них есть отдельно выделенная дорожка. И вот, пожалуйста, в полной безопасности пешеход может двигаться. И вот, вы посмотрите, какая мощная в 3-4 полосы движение. Весь этот поток вливается в проспект Мира, который уходит направо в сторону метро Алексеевская, метро ВДНХ. Сейчас я поднимаюсь на Новорижский путепровод. И вот впереди, впереди, раньше он был так ярко выраженный, Рижский вокзал. Он сейчас с высоты эстакады как-то даже и затерялся. Хотя это произведение искусства, это памятник архитектуры. Сейчас настолько сильно ужали вот эту вот зону Рижского вокзала в связи с 3-м кольцом, да? И вот оттуда уже с Ярославки, с проспекта Мира вливается поток в 3-е кольцо. То есть там буквально вот у нас здесь 4 полосы, и там почти с 4-х полос. Да, представляете? С 8-ми полос мы опять ужимаемся в 4 полосы. Встречный транспорт движется, а мы еле-еле ползем. О, мы сейчас въезжаем. Вот она опять, одна из мощных развилок. И вот сейчас я буду въезжать в тоннель, а надо мной направо пойдет Шереметьевская улица, налево улица Российской армии. Если поехать по Шереметьевской улице, можно попасть в Останкино, подъехать к телецентру, к Останкинской башне. А на эстакаде наверху можно развернуться и попасть на Олимпийский проспект. Вот уже и Шереметьевский тоннель я проехал, и выезжаю на знаменитую улицу Сущевский вал. И движение у нас не активизируется. Нет, все время, пока я еду, я ползу, а не еду. О, смотрите, какая любопытная вещь. А кто-то взлетает. Приятная, радостная вещь, такая картинка надо мной. Взлетающая девушка, парящая. Дмитровское шоссе впереди маячит. Очередная мощная развязка Савеловской эстакады. Савеловская эстакада – комплекс сооружений на площади Савеловского вокзала, обеспечивает транспортную развязку с пересечением магистралей городского и железнодорожного транспорта в трех уровнях. В комплекс входят также два транспортных тоннеля под Новослободской улицей. Однако четыре полосы обозначены, но скорость не увеличивается. Вновь не перестаю удивляться мотоциклистам. Они движутся просто замечательно. Ну вот впереди развилка Бутырский вал, далее Дмитровское шоссе, и Новослободская улица в сторону центра. И вот та самая Савеловская эстакада. Вот смотрите, вдруг поехали, вдруг поехали. Поворот к Савеловскому вокзалу, к Бутырскому валу, он тормозил движение. И вот она эстакада, посмотрите, сколько уровней, да? Вот оно, третье кольцо проходит. Вот она, пошел Бутырский вал. Внизу под ним проходит трасса, которая соединяет Савеловский вокзал с третьим кольцом. И, пожалуйста, впереди стадион «Динамо». Вот они, высится световые высотные рампы, которые освещают в ночное время стадион. И уже начинается Нижняя Масловка. И вот впереди Ленинградский проспект. Верхняя Масловка вниз, улица 8 марта вниз. И налево Ленинградский проспект. То есть, о чем это говорит? Я приближаюсь к той точке, от которой я начал движение. И вдруг я поехал. Дорога говорит, ну ты мучился, мучился, но уж прокатись хоть здесь. И вот это место справа, где с Ленинградского проспекта я въезжал на третье транспортное кольцо. Вот оно. Круг замкнулся. Я прибыл. И позволю себе включить аварийку, посмотреть время и спидометр. На спидометре у меня 37 104 километра. А время 17 часов 13 минут. Чуть менее двух часов я проехал 36 километров. Вы думаете, это автостоянка? Нет. Я закончил свое движение. А кто-то его только начинает. Это и есть настоящая московская пробка. С вами была программа «Городские джунгли». И я, Александр Корженков. До встречи на дороге! Они не ищут легких путей. Презирают асфальт и выбирают грунтовку. Капитан. Так и хочется остаться здесь. Ктурман. Ну что, поехали дальше? Механик. Все работает. Врач. Их души путешествуют по этим зеленым мирам. Четверо смелых против ветра. Кругосветка по бездорожью. На телеканале «Драйв». Смотрите на телеканале «Усадьба». Живое воплощение американской мечты. Автор 40 книг, издатель ежемесячного журнала, владелец собственного бизнеса. Обожаемая американцами богиня стиля и гуру домоводства Марта Стюарт. Эта простая композиция смотрится элегантно и аристократично. Секреты уникальной женщины раскроет программа «В саду у Марты» на телеканале «Усадьба». Чтобы подписаться на телеканал «Усадьба», обращайтесь к оператору, обслуживающему вашу сеть. Автозвук. Это не шум двигателя и не виск-тормозон. Это качество мультимедийной системы. Чистый звук из колонок. Густой бас сабвуфера. Прозрачное звучание эквалайзера. Разберем машину на звуковые волны. Программа «Автозвук». На телеканале «Драйв». Смотрите на канале «Охота и рыбалка». Развести костер под дождем. Внутри это дерево будет сухим. Не заблудиться в темноте. Довольно рассеянный свет. Выследить бобра по зубам. Свежий погруз этого года. В лесу жить, с лесом дружить. Программа «Следопыт». На телеканале «Охота и рыбалка». Чтобы подписаться на канал «Охота и рыбалка», обращайтесь к оператору, обслуживающему вашу сеть. Объявляется набор учеников в мотошколу. Занятия ведут опытные педагоги-байкеры, носители уникальной субкультуры. Либо я всадил мотоцикл в себя, либо мотоцикл меня всадил в себя. Они научат вас грамотно экипироваться, выбрать модель мотоцикла и правильно сидеть на нем. Подбородок прижат к грудной клетке, взгляд у нас обзорный. Видеопособие для начинающего мотоциклиста в программе «Мотошкола» на телеканале «Драйв». Смотрите на канале «Домашние животные». Не совсем четкая дача запаха, из-за этого может быть ошибка на выборке. Посмотрим. Хотя есть исключительно способные животные, которые, в общем-то, могут из такой манеры дачи запаха сработать. Но в растерянности собака пребывает в некоторой. Судя по реакции собаки, вещь выбрана правильно. Обратили внимание, собака выбрала вещь и очень активно завиляла хвостом, обрадовалась соба. То есть она нашла запах, ну и, в общем-то, да. Ну, радость, радость, молодцы. Еще раз повторяю, для американского бульдога это, конечно, большая редкость. Чтобы подписаться на канал «Домашние животные», обращайтесь к оператору, обслуживающему вашу сеть. Домашние животные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домашние животные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok